Прислушивайте к своей коже, она все вам расскажет. Потом сверху кремик наложили, утром проснулись, прыщи. Здравствуйте, меня зовут Агаева Светлана, и сегодняшний выпуск наш в продолжении лечения акне. И мы с Марией, это моя коллега, специалист эстетической медицины. Я хочу, чтобы Мария рассказала, как специалист эстетической медицины, о том, что она любит назначать, и вообще все о нюансах домашнего ухода. Как правильно умываться, тонизировать, очищать, что наносить, и что любит она. Повторюсь, это не рекламный ролик, ни один продукт не спонсируется. Это только те продукты, которые дают нам возможность рассказать вам и получить максимально классный рабочий результат. Поэтому где-то будут названия, где-то будут названия только действующих веществ, но в любом случае это не реклама, это только для вашей пользы и вашей ориентированности на рынке косметических препаратов. Маша, ну расскажи про домашний уход, что пациент должен знать, как, зачем, поспредивайте. Конечно, первое, когда ко мне приходит человек, я задаю первый вопрос. Расскажите мне свою этапность в домашнем уходе. То есть даже мне не всегда интересуют названия баночек. А что, зачем? И вот здесь открывается целый букет картины. То есть либо много всего и хаотичного, и смысла в этом нет, либо это вообще мыло, либо детский крест. Ну то есть вот такие иногда встретишь истории удивительные. Поэтому мне бы хотелось поднять вопрос о домашнем уходе. Если пациенты нам не будут помогать, это всё без толку. То есть это односторонняя работа. Поэтому хотя бы для тех, кто не хочет прям вникать, много использовать средств, можно озвучить такую базу, минимум. Первое – это очищение. Обязательно хорошенечко смываем. Умываемся с водой, да? С водой, да. Для каждого типа кожи это могут быть чуть-чуть разные текстуры. То есть если кожа склонна к сухости, то скорее всего это будут средства, которые похожи на молочко. Но они всё равно смываются активной водой. Если кожа жирная, комбинированная, проблемная, мы всегда используем что-то такое. Пенку, мусс, гелеобразный. Конечно, всегда ссылка есть. Если вы прям вот не знаете, да, ну какую у вас тип кожи, берите всегда для чувствительной. Не ошибётесь, да? Второй момент – это тонизация. Конечно, есть уже средства, которые не травмируют ПАЖ, но я из тех косметологов, которые всегда за тонизацию. Обязательно. Потому что у нас столько всего остаётся на коже недосмытого, недоснятого. И когда вы берёте на ватной диске, тонизируете кожу, вы посмотрите, сколько там всего остаётся. Это раз. Второе. Для чего нам нужен этап? Именно тонизации. Сама вода, водопроводная, которой мы умываемся, вода, она лёгкая по своей молекулярной форме. И она и является, да, как проводником. И вот всё то, что вы недосмыли, недосняли, потом сверху кремик наложили, утром проснулись – прыщи. Всё почему? Недостаточно очищения. От того, что не очищена, не очищена до конца кожа. Поэтому, пожалуйста, добавляйте тонизацию. Потому что мы, как обыватели, ну, то есть люди, да, они всегда смотрят, какой там PH, нужен тоник, не нужен. Лишним не будет, да, в любом случае. Используйте тонизацию. Снять все остатки первоначального средства и саму воду. Потому что сама вода является разрушающим фактором для кожи, для водно-липидной мантии. Ну, то есть нормализовать PH кожи. Да. Тонизация позволяет нормализовать PH кожи, соответственно, защитить гидролипидную мантию. Да, это раз. Второе, если так случилось, что вы первое, ну, допустим, целый день вы дома были, и, в общем-то, не хочется вам использовать средства. Вот просто вы умылись водой. Или вы находитесь на отдыхе. Вот просто умылся водой. Всегда воду убираем тоником. Тоником, понятно. Всегда убираем. Следующий момент. Обязательно просушить кожу салфеткой. Потому что есть такое ощущение, что, ой, я увлажнилась, мне хорошо. Но это все нужно убирать, потому что влага вытягивает влагу. Вот важный момент салфеткой. Да, обязательно просушить. Следующий этап – это увлажнение. Независимо, опять-таки, от того, какой у нас тип кожи, сухая или жирная, любую кожу нужно увлажнять. Ошибка многих, кто является обладателем жирной и проблемной кожи, всегда высушить. Высушить, высушить, высушить. И потом они приходят и говорят, «Как это так получается? У меня одновременно сухая кожа, но при этом жирная». Товарищи, это не сухая. Это кожа обезвоженная. И для того, чтобы не было этой обезвоженности, нужно кожу увлажнять. Скажи, пожалуйста, что вот, кстати, жирная кожа, она зачастую бывает гораздо более обезвоженная, чем сухая. И есть определенные статьи, в которых были лабораторно доказана эта теория. Почему? Потому что жирная кожа, она широкий пор, достаточно агрессивное воздействие. И гораздо выше идет обезвоживание, потеря влаги, транспитенормальная потеря влаги выше у жирной кожи, чем у сухой. Поэтому жирная кожа, сальность и увлажнение – это разные вещи, то, о чем говорит Мария Асиповна. Поэтому я вас прошу, все средства, начиная от первой баночки, которой вы умываетесь, и последнюю в виде крема, который вы используете, это должны быть щадящие средства. Это должны быть средства, да, они могут в составе иметь кислоты, но не нужно высушивать, прислушивать их к своей коже. Она все вам расскажет. У вас в арсенале может, если вы, да, любитель иметь на полке у себя 20 баночек, у вас в арсенале могут быть разные средства. Вы при этом прислушивайтесь к коже, когда ее хочется подсушить, а когда ее хочется, наоборот, увлажнить. Но самое главное – увлажняй. И четвертое, последнее средство, которое у нас существует, почему-то в России многие это игнорируют, это SPF-фактор. Опять-таки, SPF-фактор для каждой кожи можно подобрать, сейчас у нас достаточно, предостаточно косметических линей, где можно выбрать те средства, которые будут для вас по ощущению комфортны, которые можно наносить и не будут создавать ощущение маски на лице. Конечно, я за то, чтобы… Это уже мы уходим от базы, да? За то, чтобы у нас была эксфолиация, за то, чтобы у нас было отшелушивание. Да, и, как правило, это салфетки, либо тоники, либо лосьоны их называют. Скрабы, можно сказать, нет. Скрабы. Но, опять-таки, если активное есть высыпание, да… Да, то только если следует целка, то, что у нее уже было ранее. Да. Лучше тогда, чтобы частиц не присутствует. Отпилинги в домашнем уходе как-то, ну, очень известны с аха-кислотами. Это прекрасно. Допустим, если кожа все-таки склонна к сухости, тогда мы выбираем аха-кислоты. Если кожа склонна к жирности, к закупорке, это БТ-кислоты. Но мы говорим о том, что это сальциновая кислота. Да. Так будет проще, да, человеку понять. Я за то, чтобы отшелушивать кожу. Мягко. Да, мягко. Несмотря на то, что она может быть сухой, все равно это гиперкаротух. Нужно снимать для того, чтобы кожа дышала, для того, чтобы полноценно у нас проникали последующие вещества. Конечно, отшелушиваем. Это может быть раз в неделю, это может быть два раза в неделю. Очень важно отметить, что при домашнем использовании аха-кислоты, молочной кислоты, гликолевой кислоты, виноградной кислоты, важно понимать, что не надо добиваться какого-то активного шелушения. И если вы не видите на коже шелушение, это не значит, что кислоты не работают. Вы не должны его видеть. Потому что многие легкие кислоты, они, наоборот, ревитализируют кожу, но нормализуют образование новых клеточек, воздействуя на базальные клетки кожи, на базальные кератиноциты. Поэтому я считаю, что аха-кислоты, в принципе, как для профилактики старения, профилактики акне и просто для сияния, необходимы один-два раза в неделю. Правильно, Маша? Да, один-два раза в неделю, опять-таки, мы отталкиваемся от кожи, как она себя ведет, как она себя чувствует. Понятно. Теперь еще важный момент. Я хочу, опять же, повторю, это не реклама, это индивидуальное предпочтение Марии как специалиста. Скажи, пожалуйста, что ты любишь назначать домашний уход, что ты используешь в кабинете, какие марки, какие-то средства, может быть, точно можно брать из той или иной косметической линии? Конечно, да, о Абаджи вы сказали, это топ. Следующие ультра-сьютиклс, очень пересекаясь с Абаджи, и действительно, там можно прям вот выбрать хорошую линейку, начиная с очищения, точечные, ретинол, идеальная кожа, там увлажняющие кремы. Достаточно активная косметика. Достаточно активная, да. И с клиникал. Что из этой линейки? Можно обратить внимание на очищение. Вот как раз-таки у них очищение, после которого можно не использовать тоники. То есть очищение, которое не нарушает ПАЖ. Ну, опять-таки, я повторюсь, я из тех, все равно ощущение, да, сама вода дает ощущение стянутости. И, конечно, нужно обратить внимание на их сыворотки. И ночные, и дневные, и приактные, и как антиэйдж. Достаточно активная. Активная. То есть, с клиникал это сыворотки. Да, это сыворотки. Еще есть такая марка Regenicare. Там у них прекрасные тоже тонеры с салициловой кислотой и сыворотка. Вот прям там одна рабочая сыворотка, за которой возвращается там салициловая кислота. Regenicare? Да. Сыворотка с салициловой кислотой и с витаминными комплексами. Вот прям за ней возвращается. Особенно для той кожи, которая возрастная. Ага. То есть, это возрастные акне, да? Потому что, да, не только молодые девушки страдают акне, а и возрастные. И как раз-таки вот для возрастной кожи это будет идеально. Скажи, пожалуйста, я знаю, что ты любишь бренд Жермен де Коплучение. И это больше уходовый бренд. Я правильно понимаю? Есть ли какие-то средства там, например, маски в домашний уход, постовоспалительные какие-то препараты? Да, действительно, там тоже существует линейка, которая именно пилинги с кислотами. Но, ну как вам сказать, это испанцы, да? Они делают всё очень лайтово. Я не могу сказать, что это прям вот косметика, которая решит проблему с акне. Да, хорошо. Но вот есть вещи, когда нашим пациентам надо выйти красиво. А я знаю, что вот как раз в этом бренде есть какие-то крутые маски на выход. Правда ли это? Действительно, есть очень хорошая кислородонасыщающая программа, да, потому что известно, что если у кислорода нет в порах, тогда начинаются у нас процессы воспалительного характера. Вот. Это домашний уход? Есть и домашний, и кабинетный уход. Поэтому наша задача активно насытить кожу кислородом. И, скажем так, у нас будет такая двойная работа. Мы начинаем, вы дальше продолжаете. Это косметика, которая будет кардинально отличаться от того, что мы ранее озвучили. Это более вкусные запахи, это более приятные текстуры. Ну, а что может рассчитывать пациент? Я люблю конкретно рабочие составы, рабочие средства. Что из неё именно как выход? То есть мы рассказываем просто про лечебные. Я хочу взять косметику, которая работает, но не является лечебной, но помогает вам, пациентам, выглядеть потом хорошо. В смысле продукты в Жерманде Капучино, которые ты могла сказать точно взять, что вот нанесли её в люди. Это кислородонасыщающая линейка, в которой в составе есть цитокины, клетки, которые диагностируют ту или иную проблему, которая у нас существует на коже и, соответственно, компенсируют тот или иной утрат, какой-то или иной дефицит. Что мы имеем на выходе? Это цвет лица, это компенсируем обезвоженность кожи, это застойные пятнышки, уходит серость лица. Это маска или сыворотка? Это есть и сыворотки, и кремы, и маска, и в том числе крем под глаза. В кабинетном кабинете это прям уходовая программа, которая в себя включает много следствия. Кислородное насыщение. Да, кислородное насыщение, эксцель-терапия. И если подвести итог этого всего, разделить уход на день-ночь, начало недели и конец недели, утром мы встали. Я за то, чтобы утром не использовать средства. Опять-таки, первое очищающее для того, чтобы не стимулировать работу сальных желез. Чем больше мы этого очищаем, тем больше... То есть это тонизация? Да, я бы умылась просто водой, затем я тонизирую лицо. Протонизировала, промокнула салфеткой. После салфетки мы наносим либо наш увлажняющий крем, либо SPF-фактор, который обладает уже увлажняющим свойством. Дальше. Пришел вечер. Мы пришли все-таки красивые, накрашенные. Многие любят использовать мицеллярную воду. Я не сторонник ее. Я за то, чтобы... С водой. Да, с водой прям хорошенечко можно в два этапа очистить все лицо. После этого опять промокнули салфеткой. На ватные диски протерли тоником. Опять просушили салфеткой. Затем, допустим, можно себе выбрать два дня в неделю, когда мы делаем этап эксфолиации. Этап эксфолиации это либо отшелушивающие салфетки, либо это скрабы, либо это пилинги. Опять-таки отталкиваемся от потребностей кожи. Поэтому, допустим, вы делаете это в понедельник и затем в четверг, в пятницу. То есть у вас два раза в неделю более глубокая очистка. После этого мы уже, опять-таки, все это смыли, опять просушили, опять протонизировали. Повторю, да? После каждого контакта с водой используем тоник и сушим. То есть необязательно очищение с утра, но тонизация обязательно. Да. Я как бы за то, чтобы тонизировать. И как раз-таки, кто страдает ощущением обезвоженности, если вы возьмете себе в арсенал тоник с увлажняющим эффектом, эта проблема буквально решается в считанные дни. Да, регенерация кожи происходит быстро. Да. После этого мы наносим, опять-таки, крем и благополучно ложимся спать. Можно в уход добавлять маски, опять-таки, по потребностям. Либо это подсушивающее, очищающее, либо это увлажняющее. Вот. Спасибо большое, Машенька. Спасибо, что были с нами, досмотрели видео до конца. Я буду благодарна за вашу положительную реакцию. Ждите новых выпусков. До свидания.